О главных событиях города и региона в программе Котловского объединения телевещания. В студии Алена Бегаулева. Здравствуйте! Сегодня в Котловском городском суде состоялось очередное заседание по материалам уголовного дела в отношении главы Котловского района Светланы Бральниной. Напомним, неделю назад по решению областного суда ей была изменена мера пресечения. Из СИЗО Бральнину отправили под домашний арест до 15 июля. Итоги сегодняшнего заседания расскажем в понедельник. К другим темам. Установившись в регионе теплая погода многократно повышает риск возникновения пожаров. Всего с начала года в лесах Поморья зарегистрировано 20 разгораний. Общая площадь 160 гектаров. Самым крупным на данный момент остается пожар в лесах Мезенского района. Площадь возгорания составляет около 120 гектаров. На тушение этого очага действует 6 групп парашютистов пожарных общим количеством 28 человек. В Котласе районе ситуация с огнем намного спокойнее. С начала года зарегистрировано всего 59 пожаров. Большинство из них на частной территории. Просьба такая не разводить костры в лесах. Не забывать о мерах пожарной безопасности. Это что касается особенно частного сектора. Ну и прежде всего знать, куда сообщать, какие телефоны. Это телефон 01, если мы со стационаров звоним. Если это сотовые телефоны, то с любого оператора это 101. Особый противопожарный режим в лесах Архангельской области введен с 1 мая. На этот период установлены дополнительные ограничения, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Нарушителям грозит привлечение к административной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности. Знают ли Котлашане требования пожарной безопасности? Как себя вести при обнаружении пожара? Какие меры следует предпринять для организации костра? Об этом сегодня наш традиционный блиц-опрос. Ну, смотря, если есть возможность, можно начать тушить. Помочь выбраться там всем, кому угрожает опасность. Вызывать пожарных в первую очередь, звонить 01, потом быстро собрать документы необходимые, может какие-то деньги всех, кто дома, тоже быстро вывезти и ждать снаружи. Нужно взять одеяло, положить на огонь, если огонь небольшой, только разгорелся. А так сразу же звонить пожарникам. При пожаре главное не паниковать и следовать инструкциям персонала. Обычно персонал знает, где запасной выход, как можно выйти кратчайшим путем, где задымление, сохранять спокойствие. По прогнозам синоптиков, уже с начала следующей недели тепло пойдет на спад. Опять начнутся дожди. Первая по-летнему жаркая пятидневка в Котласе прошла без происшествий. В городскую больницу с тепловыми ударами жители не обращались. Правда, как правило, с солнечным ударом чаще всего люди справляются самостоятельно. Нужно головной вор водички с собой попить. В денечки постоять. На речку сходить, покупаться. Переизбыток солнца может негативно сказаться и на состоянии кожи. Особо активное летом ультрафиолетовое излучение наиболее опасно. И тут многие вспоминают про солярий. Услуги кабинетов, где можно загореть искусственным путем, эти переменчивым летом особо востребованы. Например, в студии загара Magic Sun, что находится на третьем этаже торгового центра «Адмирал», есть новейшие лампы с коллагеновым эффектом, которые гарантируют полезный загар. Кстати, сейчас здесь действует гибкая система скидок. Главное соблюдать дозу и норму ультрафиолета. Разница между солнышком и солярием, она существует. Наш северный загар считается более вредным, чем загар южный. Если сравнивать с солнцем, то более безопасно загорать в солярии, чем под солнышком. Не стоит забывать, что везде нужна мера. Длительный процесс загара может привести к различным проблемам со здоровьем. С каждым солнечным ожогом риск развития меланомы умиличивается. За последние десятилетия статистика этого заболевания в России возросла в среднем на 15%. А сейчас коротко о том, чем еще запомнится Котлашанам уходящая неделя. Наш традиционный дайджест новостей. На этой неделе в Котласе стартовала акция «Ребенок – главный пассажир». Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также предупреждение о нарушении правил перевозки детей. За полгода с участием несовершеннолетних в городе и районе произошло 10 ДТП, в которых травмы получили 11 детей. Особую тревогу вызывает состояние аварийности с участием детей-пассажиров. В пяти авариях были травмированы 6 детей. На этой неделе мы узнали о результатах регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Котласский двинопарк стал бесспорным лидером в номинации «Градостроительная политика». Далее идет федеральный уровень. Его итоги будут известны 1 октября. Всего на Всероссийский конкурс по морю представят 15 заявок. Кроме Котласса высокие оценки получили спортивные объекты на набережной Островского в Коряжме и комплексное благоустройство Северодвинска. Своими практиками также поделились Вельск, Ниандамский район и Архангельск. На этой неделе мы рассказывали о проблемах, связанных со строительством Восточного шоссе. В связи с ведущимися работами до 1 августа была перекрыта дорога на улице Конституции. Единственным путем для большегрузов, автобусов и простых водителей оказалась проезжая часть Начеркова. Полотно этой дороги значительно повреждено, а в дождливую погоду находящийся в низине участок практически полностью скрывается под водой. Необходим капитальный ремонт. Проект уже разработан. Предварительная стоимость работ по восстановлению дорожного полотна от железнодорожного переезда до Конституции составляет 60 миллионов рублей. Асфальтирование без проекта решения в разы дешевле – от 12 до 15 миллионов рублей. На этой неделе мы рассказывали о турнире по футболу среди ветеранов памяти котлашанина Владимира Фролова. Это спортивное мероприятие, захватывающее дерби спортсменов возраста 45+. В числе участников две котловские сборные – команды Коряжмы, Вельска и Новодвинска. В Архангельской области подобные турниры проводят только два города – Котлас и Коряжма. В городе Бумажников открытое состязание памяти ветеранов коряжемского футбола проходит в апреле. Впервые за четыре года главный трофей состязаний покинул Юг области. Обладателями кубка стали Новодвинцы. Котлашанам в этот раз достались серебро и бронза. Коряжемцы заняли четвертое место. На этой неделе в Котлас пришло долгожданное солнце, а значит городской пляж сразу был облюбован загорающими. Место отдыха на набережной возле кафе «Серебряный дождь» – зона ответственности специалистов Котласской службы спасения. В их распоряжении моторная лодка «Прогресс-2», оснащенная спасательной выброской, медицинской укладкой, мегафоном и биноклем. Муниципальные спасатели уже заступили на дежурство и будут нести вахту вплоть до конца жаркого сезона – с 11 до 19 часов. Но заходить в воду отдыхающим запрещено. Вода в Северной Двине не отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам. Что Котлашане активно обсуждали в социальных сетях на этой неделе? Узнаем прямо сейчас. О лихачах на Котласских дорогах вновь заговорили горожане. Анонимный пользователь рассказал свою историю путешествия через пешеходный переход. Пересекающего дорожное полотно человека чуть не сбила машина. Как оказалось, нарушают в Котласе с огорчающим постоянством – и водители, и пешеходы. «Всегда так пытаются проскочить по соседней полосе. Тоже была куча ситуаций, и не только у меня. Они смотрят, что пешеход только начинает идти или по одной полосе идет, и думают – проскочит. Они-то проскочат, а кому-то это может стоить жизни». Пешеходы, выходя на проезжую часть, должны убедиться, что нет опасности. А наши пешеходы идут, даже головы не повернув. «Пожилые пешеходы – есть такая категория – собирают последние силы, чтобы сходить в магазин, купить хлеба и молока. Им просто трудно передвигаться, не то чтобы головой вертеть. А тут мчится корыто с безбашенным наездником». Совсем недавно катлошане узнали о победе Двинопарка на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Но некоторые жители до сих пор высказывают недовольство по поводу объекта. Анонимный пользователь считает, что самое большое упущение в архитектуре Двинопарка – отсутствие элементарной детской песочницы и детского спортивного городка. Как показали комментарии, у катлошан нет общего мнения по этой проблеме. Да и сама проблема, по мнению людей, не единственная. «Я тоже думаю, там нужен и детский городок, и песочницы, чтобы дети могли лазать по лестницам и канатам, а не по фигурам динозавров». Песочницы и во дворах есть, и к реке спуститься поиграть можно. Спортивный городок очень бы не помешал Котлосу, но Двинопарк он только изуродует. Логичнее его иметь в городском парке. «Вообще там очень не хватает заполнить пространство между дорожками, красивым газоном и живой изгородью». На этой неделе в Котлос вернулось солнце, и сразу несколько опросов коснулись отпускной тематики. Один из них показал, сколько катлошан в этом году уже побывали на море. Как выяснилось, летних отдыхающих у нас немного. Около 65% рецензентов не купались в морских глубинах и не имеют возможности сделать это в будущем. Еще один опрос касался курортных сборов в России. Улучшатся ли условия мест отдыха после введения этой инициативы? Здесь люди практически единогласно дают отрицательный ответ. Более развернутое мнение катлошане выразили в комментариях. Отдыхать на наших югах? Условий ноль, а ценники ломят. «Отпахал пару лет, заработал на билеты, на отель, на развлечения и экскурсии. И заплатил еще государству за просто так. Мои финансы и так осядут у них в регионе». «Искал что-нибудь на август во России? Понял, что дешевле в Турцию слетать. И сервис, и кормежка, и развлечения». Замечательный человек из Петербурга, режиссер, оператор-постановщик, клипмейкер Борис Деденев стал гостем программы «13 этаж» на Архангельском телевидении. Интервью с доцентом кафедры режиссуры телевидения записал наша коллега Светлана Дайнека. Субтитры создавал DimaTorzok Борис Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы создаете клипы на песни отечественных и зарубежных исполнителей. За плечами уже действительно больше, наверное, двухсот работ? Да, что-то около того. А вот расскажите, как происходит процесс приема заказа? Вам дают какое-то техническое задание на то, что должно быть в картинке? Или вы сами придумываете и что-то создаете? Ну, так как я имею опыт работы с иноземными исполнителями, то в нашей стране и за рубежом, что называется, две большие разницы. Что касается наших артистов, то, конечно же, сейчас в последнее время уже продюсеры, музыканта решают, каким должен быть клип, сколько этого музыканта должно быть в кадре, может быть, вообще не должно и так далее. Ну, то есть, правила абсолютно разные. Например, молодой раскручивающийся, что называется, артист, ему важно, чтобы его лицо было в кадре. А какие-то уже именитые люди, им, наверное, важнее, может быть, даже художественное, я не знаю, как сказать, содержание музыкального клипа. Поэтому требования абсолютно разные. У западных артистов только продюсер решает, каким образом, чему быть. Мы снимали, помнится, испанского композитора, у которого за плечами несколько детских мюзиклов, 12 альбомов, и потащили его во Всеволожск, это под Санкт-Петербургом, на кладбище электричек. И когда я после смены ему говорю, спасибо большое, вы так вот поработали целый день, он говорит, да что там, это вам спасибо, я тут кукла. То есть, он прекрасно понимает, что если продюсер притащил его в Россию на кладбище электричек, значит, это верно. То есть, вот такой западный подход, наверное, он... И у нас он сейчас тоже продвигается, да? Да, мы цивилизируемся. Но вот вы работали со многими отечественными звездами, в первую очередь, да? Я говорю об отечественных, не знаю, там, Король и Шут, ДДТ, Ляпис, Трубецкой. Какие они в работе? Как они относятся к съемочному процессу, к съемочной группе? Ну, вы знаете, вот когда вся эта музыкальная история начиналась, я даже не ожидал, что я буду снимать музыкальные клипы, хотя очень всегда хотелось. Поначалу это называется, наверное, инфантильность в определенном возрасте. Когда мне представлялось, что музыкант, который несет со сцены умное, доброе, вечное, он точно такой же замечательный, спокойный, воспитанный, добрый человек в жизни. Не так. Вас разочаровали, да? В какой-то степени да, потому что ни в коем случае, конечно, нельзя ассоциировать человека, который на сцене, с человеком, который в жизни. Вот для меня это, наверное, такое было человеческое открытие по молодости лет. Что касается наших артистов, конечно же, все зависит от человека. И все зависит от того, как этого человека воспитали. Каких бы он высот не достиг. Я считаю, что, к сожалению, я не хочу никого обижать и не хочу называть конкретных имен, но когда человек приезжает на площадку и говорит, что я тут должен рот открывать под фонограмму, не буду. Это вот детские капризы взрослых людей. А вы их уговариваете или как? Нет, я предоставляю им, собственно, делать то, что они хотят. Ну, если музыканту это в первую голову не надо, то я получаю зарплату за режиссуру, а не за воспитательный процесс. Зачем взрослых людей воспитывать? То есть даже знаешь, что это может оказаться в результате хуже, чем то, что предлагали вы? Так как я долгое время отработал на телевидении, то я понимаю, что надо ориентироваться в данный момент времени. Я перестраиваю свою концепцию под то, что вижу в данный момент времени. Гибкость важна в этой ситуации чрезвычайно. А бывает так, что вы отказываетесь принимать какой-то заказ, и если это происходит, то по каким причинам? Ну, у меня есть такое для себя, я придумал правило, что музыкант и автор, которые написали песню, они свое дело сделали. Они закончили свою работу, и дальше уже вступают другие люди. Если музыкант придумывает сценарий, ничего хорошего из этого, как правило, не получается. Конечно, есть исключения, но как правило. И, скажем, есть немой юмор. Не в смысле неговорящий, а не мой. Например, была такая группа Дюна, помнится. Вот я посмел отказать, потому что это немой юмор. Был еще вариант, когда из жанра шансон пришел ко мне музыкант, который говорит, я все придумал. Финальный кадр клипа, зимняя дорога, лежит букет роз, и по нему проезжает черным колесом черный лимузин. Я говорю, извини, я занят на три месяца вперед очень сильно. Нет, я не то чтобы сноп, но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Вы написали прекрасную песню, отойдите. Вы наблюдаете за развитием телевидения в России как минимум с 80-го года, когда пришли на Ленинградское телевидение, которое сейчас... Это канал. Это канал, да. Вы сами участвуете в этом процессе до сих пор. Мы все видим, что телевидение меняется, но профессионалы все-таки отмечают, что что-то остается, что-то неизменное. На Ваш взгляд, что? Ну, вот я, пожалуй, сел на своего любимого конька и на нем продолжу. Мне кажется, что врачи, юристы, педагоги и телевизионщики, они должны, прежде всего, должны, плохое слово, но тем не менее, не найду другого, они должны любить то, что они делают, иначе все бесполезно. Конечно, можно представить себе ситуацию, когда люди на телевидении зарабатывают деньги. Могу себе представить, но это не к нам, это в Москву. Могу себе представить, я не знаю, людей, которые работают по привычке. Но мне кажется, что всегда и в кинематографе, и в телевидении, всегда все держалось на людях, которым не безразлично. На людях, которым интересно, которые этим живут. Они работают. И мне кажется, что вот это осталось. Изменилось все. Изменилась, прежде всего, техника, которая повлияла на умы человеческие. Но это длинный разговор. А мне кажется, что осталось это все-таки. То есть, вы считаете, верите в то, что это неизменно, и на этом телевидении будет держаться? Я верю, иначе незачем жить. Ну, очень лаконично, и все понятно, Борис Иванович. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях на 13 этаже был Борис Деденев. Всего доброго. Чем живут наши дачники, чем примечательны их участки, что растет у вас на огороде, какие есть домашние животные? Приглашаем всех дачников в наш новый телепроект «Битва за урожай». Для участия необходимо снять самостоятельно или пригласить нашу съемочную группу на свой дачный участок. Загрузить видео в группе ВКонтакте «Битва за урожай». Лучшие работы получат призы. Подробности по телефону 206-14-265-63 или по адресу Ленина 31, телеканал Кот. На 78-м году ушел из жизни Костянка Василий Кириллович. Прощание с покойным состоится 15 июля в 14.30 в ритуальном зале Котловской центральной городской больницы. На 70-м году ушел из жизни Приловский Виктор Николаевич. Прощание с ним состоится в субботу 15 июля с 11 до 11.30 в ритуальном зале Котловской центральной городской больницы. На сегодня это все. Адрес редакции Котловского объединения телевещания Ленина 31. Телефон для справок 2-65-63. Смотрите нас и оставайтесь в курсе событий. Столярное производство. Двери, окна, арки, жалюзи, лестницы, художественная ковка, строительство домов, бань. Наш адрес. Котлос 7-го съезда Советов 105. Телефон 8-953-931-85-66. В сумасшедшем ритме города человек всегда стремится к уюту. Найди его в Мэбери. Здесь невероятно комфортные, удобные, красивые диваны. Скидки на выставочные образцы до 40%. Мебель, кухни, шкафы, купе по индивидуальным размерам. Доставка, установка, дизайн, проект бесплатно. Рассрочка без участия банков. Встречайте новый шинный центр автообувь на Ленина 61. Легковые и грузовые шины, ледые и штампованные диски. Колесные колпаки, крепежи, шиномонтаж, балансировка, правка дисков, ремонт шин. Ждем вас ежедневно с 8.30 до 19.00 часов. Быстро. Качественно. Недорого. Реклама в местных теленовостях. Звони 206-14 или 265-63. Приходи. Ленина 31. Офис 20. Телекомпания «Космос». Внимание! Состоится грандиозная выставка продажа «Три цены». Постельное белье, подушки, одеяло, обувь, верхняя одежда, джинсы, а также детский трикотаж и многое другое. 17 июля в Котласе в торговом центре «Арена» и 20 июля в Доме культуры поселка Выщегодский. Спешите на праздник цветов в магазин «Реал Маркет» 15 июля с 9 до 15 часов. Только здесь вы сможете купить, продать или обменять саженцы и рассаду. Поделиться дачными секретами и новостями. Торговые места предоставляются бесплатно в программе праздника «Советы по разведению гераний» от знаменитого цветовода Вологодской области Юрия Ивановича Полуянова. А еще для всех гостей скидки в отделе сезонных товаров.